так друзья как как бы вторая серия участок за номером раз я хочет если хоть что-то упадет значит поспела сейчас и тряхану легонько не падает Михалыч иди срывай а вот сейчас я парочку гостям сорву все-таки пусть попробует конечно сахар еще не набрали даже Михалыч держи спасибо я как-то прошлом году имел осторожность и наглости с этого дерева попробовал да и как вкусно вкусно ну эти я сорвал еще чуть-чуть сахар добавился ну пробуйте можно есть можно это не как моя прибуда здесь а где кормит там едет боевая вишня имеет разную кислотность потому что единственный способ ее выращивания общепринятый это косточками посадили косточки а в науке есть такое свойство называется разброс качеств а еще точнее расщепление качеств да это расщепление качеств это очень удобно с точки зрения селекции слаще вперед съедят так но в какую-то зиму что послаще раньше и замерзнет а тот который подичее тут значит уже не пропадет это естественно да это отбор мы мы берем как вы кусте купили все будет то будет у него вот тут вот вот этот уникальный куст сам задал вопрос вот он это посадка восемьдесят шестого года посчитать сколько ему лет 37 вот она никак не помрет да вот и жалко я еще с был плоды это самое сладкое дерево которыми раз пробовать она она давно уже она давно пропадает уже чудом еще от корней да вот это вот вот эти ветки их можно привить на что-то и мне бывает редко но их покупают так пойдем сюда она не совсем обычная знаешь почему вот смотри вот это лучше я вверх показываю это черешня вот а корневой отводки и вот тут у основания пошла вишня искать теперь скажи мне пробуйте что вишня от черешни не оккультурилась ну-ка пробуйте пробуйте вот зачем он шел мимо бы нет взял задал вопрос а так привитая она и должна быть вкусная это от этого от жуковской а это не привитая просто получается я вот эту вот мощную черешню привил от корней пошли отводки и они оккультурились а мне говорят не может быть и обзывают и обзывают меня а вот я всегда ученых приводил поэтому а вот это нет это по обыкновенный уже но они все уже слюхались вот смотри черешни оккультуренная вишня от черешни это корневой отводок вот а это ты знаешь что я думаешь вот это сейчас это с а то есть украины чистая почему вот пробуйте самая сладкая в наших краях вот это пробуйте а сейчас покажу откуда она растет посмотрите она чудом сохранилась знаете почему по ее давно обобрали вот она вот это супер дерево я привез с украины вот это вот прививки вот тут вот потом она расщепилась на части урожай был дикий и вот эта часть вот это вот где пень вот он вот этот пень она лежала вот там и до самого конца сарая огромная ветка была кое-как обобрали ее отпилили но она вот тут вот рухнула видишь и рухнула сейчас покажу вот 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 так это рухнуло к сожалению вот но вот эта часть выжила смотри внимательно и вот ты сейчас взял против руку где крупнее вот она есть вот да это привитая это поросли которые а это поросли на которой она чуть-чуть оккультурила смотри какая приличная но это ниже прививки по вкусу они отличаются немножко оправы я хочу чтобы вы пробовали вот это улучшенная ну то есть получается подвоем облагороженный а самое лучшее можно даже не сомневаться это вот это что ты сейчас доставал так шелковица отошла в губы не раскатывайте вот она так последний сколько добра пропадает это крыжовник черный африканец уникальное дерево но так как рук не хватает мы его даже перестали укоренять это вот эти метки они как раз еще даже это чуть поздновато это середина июля вот такие ветки шикарные на части на части и под бутылки вкусы то вот никому не нужно оказалось сережки это интересно а теперь все к сожалению закончилась соображаешь хоть и хоть и это северянин вот пойдем можете даже собрать пусть они падалка но они достаточно вкусно даже будучи еще маленькими а вот смотри я пока такие ем не брезгую они на самом деле крупные и висят на дереве вот они красавцы им еще долго и месяц созревать а вот это естественный отбор вот они падают но их можно кушать вот эти пойдемте еще мы-то заелись а когда гости приходят они с удовольствием такие едят почему они вполне вкусно и вот сейчас закончим щелку пожалуйста собирайте вполне прилично на вкус хотя на самом деле они должны быть три раза крупнее будут крупнее самая знаменитая сорта наряды эфимова осенние яковлева слаще уже не бывает в это осенние яковлева это лада вот то что по ней лежит это ладо как определяет это свои дети как я не могу их путать вот ну чё здесь можно зачем было брать зеленую не знаю что дали сами собирайте но настоящий игру сейчас покажу а это тоже настоящая но вот эти чуть постарше вот если так смотреть смотреть вот это рекордсмен 40 ведер сварок вот это вот это наряды эфимова может тоже было сорок на 35 . это второй этап уже начинается немножечко уже как бы угасание этой по барабану а вот наряды эфимова на более культурные какие маленькие вещи но какие маленькие если туда смотреть так 10 10 метров так так пробовал вот фарина но еще три дня назад с нее собирали плоды и вам повезло ну-ка иди угощаем ура только это самое данном случае я буду угощать знаете чем вас только не пугать еще застряли во рту в этом горле знаете почему вот а сейчас скажу вот это это интрига знаете какая-то интрига вы все еще вначале пока то потом не сможете съесть это то что некоторые ученые считают халтурой то есть этого не может быть и когда вот это абрикос в том что угощали на этом участке вот такими так вот это такое потом что получилось улучшенная в три раза вкусно да в том-то и делаешь алис как раз вы как мичурин наш спасибо у нас в облах сад имени мичурина который он родился и еще есть сад комиссарова ой слышал как повезло что хоть что-то зашлось так вот теперь говорю это химера этого не может быть никогда вы что идите а ну-ка чипни свою жену и сразу кажется что это ранетка чипайте химер на свете не бывает они сразу умирают от косточки можно посадить можно конечно другое дело что может вырастить фаина вот такая вот а может вырастить так как я там первое в фильме показывал ну то есть мы плодики в три раза меньше это вот а мне нравится прикалываться это потому что ученые считают что железо выращивает химеры а химеры должны умереть на следующий год то есть что такое химера ну вспомните какой-нибудь кентавра человека лошадь или этого самого как его это льва с головой человека или чека с головой льва вот такое не суцветное вот и химерами прозвали то есть то есть вообще как бы химера значит крест все а потом вот они химеры я черно химера а вы ее съели ничего не отравились мы такие ели я молодые годы когда был разгружал вагон и там сливы всякие привозили арбузы дыни а вот так что ты сейчас пробуешь пихалыч это еще так химера это скромное это это незаконно рожденное дело в том что вот дело в том что тут такая связь смотри это чистый декаль листики видел какие плоды воды не выше это дерево черешня а между ними вот это вырос из-под земли если кто-то найдет это самое следы прививки значит я бачек это из земли вылезла и что здесь не прививка нет нет и тогда получается что она вот это а нет она облагорожена с помощью опыления да да к сожалению с него собрали плоды ты бы видел какие здесь плоды роскошные на том же уровне а ну-ка погоди погоди а что здесь этот плодик делает а вот он вот он вот он вот с этого же дерева есть вот то есть укропнение получилось два раза вот просто я это называть я прикалываюсь тоже надо мной прикалываюсь я прикалываюсь это как это получилось у меня были ученые как получил ветром дуло ветер он для этого и существует что напыляет для окончательно пошел еще а вот и жалко зеленоватая почему маленько знаю у нас когда у меня еще отец жив был сад наука у нас сейчас это академия имени столыпина раньше было институт сельскохозяйственный институт и там эти один участок и мы его назвали сад имени вот именно сад наука а там тоже все эти ну и папа у меня там взял там или участок 6 соток ну там домик небольшой был три за четыре и садили всякие поэтому маленько так вот эти сюда представьте себя вот михалыч видела это тоже здесь случае деревьев было по 40 с лишним ведер телевидение снимала приезжал так дерево с одного 40 другого 33 самых плохих 20 смотрите когда все было собрано ну для продажи сколько надо было сколько оставалось внимание земля была заражена так косточками совете здесь понятно уже все стоит тут их тысячи тысячи саженцев оказалось уничтожены почему хотя этот ценнейший вот это посадка постоянная видите а так как здесь вокруг земля была почище плодородная пойдет просто почище они смогли проклянуться вот таком количестве видели а теперь представьте себе представьте себе если бы это было нужно науке вот это вот тогда бы это все было бы уже в виде грядки виде это школки вот потому что здесь уже косилась здесь выкашены тысячи вот таких саженцев вот почему потому что несмотря на все призывы хочу ходить в железо чувствую взять вот значит кличка уже шаман спасибо знаете кто произнес по мере не буду называться в небесной с трибуны съезда садовода в россии причем все садоводов был международный он железо обозвал шаманом есть среди нас вот такие вот т т т т т т а я виноват что не сами лезут нет со злобы лишь когда человек 50 лет занимается вот а потом получается что ну не тот результат просто собрались ученые и говорить о вреде кофе много говорили говорили и стал сделали перерыв и все ученые пошли пить кофе кстати вот сейчас призывы время от времени по центрального телевидения кофе призывает пить я говорю сволочи предатели вот ваша купили на корню продавцы кофе и ничего никто за это ответственность но объясните людям каждая чашка кофе да это бодрость на котик нос прикиньте сколько часов или дней жизненно сократить ну да хоть и мясников говорит что вот такой вот такой вот это пожалуйста две чашечки кофе можно выпивать но можно не у них не смертельно но когда доказывать что это польза для организма как любая стимуля при этом вот если вас плетка отклещет ну тогда вы выполните два плана и меньше проживете он смотрите какой выражай боюсь просто пока плохо видно вот это вот у меня ученики мои живут в омске вот несколько человек имеет шикарнейшие сады уже вода не видите урожай какие вот здесь мелба и не повезло она растет в тени вы когда-нибудь мел бы ели мел бы когда-нибудь ели а ну все тогда чего угощать знаете так вот интересно да один из новых сортов никто не ухаживает никто не поливает никто не удобряет а теперь попробуй скажи что за этот и я не знаю ну стал бы я мел бы мне девать не а